На пенсию можно выйти раньше срока, но не всем в правительстве рассказали, кому можно отправиться на заслуженный отдых раньше. Об этом мы не только. Поговорим прямо сейчас в студии Елена Чехомова. Это Давича. Здравствуйте. В Кирове возбудили уголовное дело на принципиального кондуктора автобуса. Она высадила школьницу на мороз из-за того, что девочке не хватило рубля на оплату проезда. Как сообщили в областной прокуратуре, дело возбудили по статье «Оставление в опасности». ЧП произошло 25 февраля. Тогда в интернете появилась информация от отца девочки. По его словам, кондуктор автобуса 33 маршрута высадил его 12-летнюю дочь из транспорта на окраине города. Школьнице не хватило рубля на билет. Хотя ехать ей нужно было документерно. По словам отца ребенка, у дочери разрядился телефон. Добираться до дома ей пришлось без связи и без денег. И это несмотря на то, что по закону детей до 16 лет, которые едут без взрослых, высаживать запрещено. Данные события послужили основанием для организации проведения органами прокуратуры проверки исполнения законодательства при охране жизни и здоровья несовершеннолетних. В ходе мониторинга органами прокуратуры выявлен факт нарушения прав несовершеннолетнего ребенка. Оставление ее в опасности. Создатели вакцины «Спутник Ви» потребовали извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств. Она сравнила экстренное одобрение российской вакцины «Спутник Ви» в Австрии и Венгрии с русской рулеткой и порекомендовала не разрешать вакцину, мотивировав тем, что нет достаточных сведений о ее безопасности и эффективности. Тем временем Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины от коронавируса. По словам посла КНР в Москве, препарат успешно проходит третью фазу клинических испытаний. К слову, впервые с осени за сутки в России выявили меньше 10 тысяч случаев заражения COVID-19. Эта цифра составила 9 445 заболевших. 336 пациентов скончались. В Кировской области 110 новых случаев заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Очередной виток громкого уголовного дела на скамье подсудимых вновь бывший директор Центральной диспетчерской службы Александр Рыболовлев и обвиняют его в хищении денег у компании «Электронный проездной», как это было в 2019 году. Тогда Рыболовлев был признан виновным и получил три года лишения свободы. Но в феврале прошлого года Кировский областной суд отменил приговор районного суда и всех фигурантов дела освободили из-под стражи. В том числе Анатолия Ганьбу, Дмитрия Никулина и Олега Чичибабина. Уголовное дело вернули прокуратуре из-за процессуальных нарушений. Александра Рыболовлева по-прежнему обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса. В том числе в присвоении или растрате, а также злоупотреблении должностными полномочиями. Сегодня состоялось первое заседание Первомайского районного суда. Что теперь может грозить обвиняемому? И почему дело вернули на доследование? Мы спросили это у юриста. Это не оправдание ни в коем случае. Это действие всего-навсего направленное на исследование и доказывание всех мельчайших обстоятельств того дела. Позиция прокуратуры сводится к тому, что в совершении данного деяния участвовали иные граждане, личность которых на тот момент не была установлена. Все подсудимые, большинство во всяком случае, кого знаю я, говорили о том, что в совершении их деяния гласно-негласно участвовал еще и Владимир Васильевич Быков. Ну, я думаю, что возможно ожидать и более сурового наказания. В последствии аварии на водоводе в Слободе-Лосево устраняли все выходные. Жильцы трех домов, которые больше всех пострадали, вызывали оценщиков, подсчитывали масштабы ущерба, помпой откачивали воду из подвалов. Напомню, в пятницу вечером недалеко от инфекционной больницы прорвало водопровод. Эти кадры нам прислали жильцы дома номер 8. Из-за разрыва почти метровой трубы главного водовода на их участке разлилась настоящая река. Чудом выжили собаки в вольере. Затоплены оказались теплицы, гараж, баня и подвал. Новую брусчатку, которую уложили только летом, просто смыло водой. Настолько сильным был поток в момент аварии. По предварительной оценке ущерб составит больше миллиона рублей. Похожая ситуация сейчас еще как минимум в трех домах Слободы-Лосево. Кстати, это наводнение здесь не первое. Подобная авария только в меньших масштабах произошла 4 года назад. Как рассказали представители водоканала, все из-за ветхих труб, которые не меняли с 50-х годов. Ремонт водовода в Лосево продолжается и сегодня. Работы в Лосево продолжаются. Они были и выходные. Сегодня они также продолжаются. Проведение аварийно-ремонтных работ осложнено аномальным промерзанием грунта, сильной изношностью трубопровода и наличием подземных инженерных коммуникаций связей. Работы ведутся на выпуске в колодце. То есть пытаемся опорожнить колодец для проведения ремонтных работ. Также сотрудники водоканала сообщили, что водоснабжение в Слободе-Лосево осуществляется в обычном режиме. Сроки завершения ремонта на водоводе пока не называют. Мы продолжаем следить за темой. Наша съемочная группа сегодня снова отправилась в Лосево. Моя коллега Ольга Платунова встретится с местными жителями, чьи дома и имущества сильно пострадали от аварии. Все подробности в вечернем выпуске «Дайвича». В России упрощают досрочный выход на пенсию специалистам нескольких профессий. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Раньше установленного в России срока выйти на пенсию смогут учителя, врачи, летчики и пожарные. В их стаж включат периоды обучения и дополнительного образования. В это время за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и зарплата, а работодатели обязаны отчислять за них взносы на пенсионное страхование, заявляют в правительстве. Раньше в стаже врачей и учителей засчитывалось только время нахождения на работе, больничные и отпуска. Дорожные полицейские А еще напоминали, как важно соблюдать скоростной режим и правила маневрирования на дороге. Акция продолжалась два часа, с полудня до 14 часов. За это время полицейские успели поздравить больше 50 представительниц прекрасного пола с Международным женским днем. Девушки сами подъезжали и в свою очередь сотрудники ГИБДД, проводя определенную профилактику, напоминая о соблюдении требований правил дорожного движения, дарили подарки, а также цветы автоледи. Сотрудники госавтоинспекции обращаются ко всем автоледи, поздравляют с праздником и желают безопасных дорог и соблюдения правил дорожного движения в городской черте и за ее пределами. Будьте внимательны на дороге и дарите себя безопасными поездками. Поздравили женщин, встретили Масленицу и вышли с клюшками на лед. В Кирово-Чепецке прошел хоккейный турнир под открытым небом «Весенний лед». В нем приняли участие пять команд «Уралхим», «Люмьер», «Движение», «Лига» и «Пламя». Турнир новый, проводится во второй раз, он появился по инициативе двух депутатов Кирово-Чепецкой гордумы – Александра Иванишина и Сергея Завьялова. Они сами в прошлом хоккеисты, коллеги-спортсмены поддержали идею и в Международный женский день на катке застучали клюшки и зашумели болельщики. В финале встретились команды «Уралхим» и «Движение». Они бились до победного, но сильнее оказались хоккеисты «Уралхима». Счет 4-2 в их пользу. Серебро досталось «Движению», а бронза – команде «Люмьер». Но все без исключения получили в этот день порцию свежего воздуха и новые эмоции. Хоккейный турнир на открытом льду – это дань традициям. Во-вторых, этот формат нравится жителям города, как мы поняли это в том году. И мы хотим сделать из этого турнира хорошую, добрую традицию для нашего города, куда можно прийти всей семьей, посмотреть на хороший хоккей, отдохнуть, поучаствовать в конкурсе. Оперативно следить за новостями города и области можно в нашем телеграм-канале, а также в ТикТок. Новости Кирова, Девятка ТВ. А у меня на этом все. В студии работала Елена Чехомова. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!